Эдуард Борисович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для начала, вообще, почему появилась необходимость в проведении форума? Ну, не секрет, конечно, что ситуация в отрасли сложная, и это высокий уровень износа, и, конечно же, запредельные потери ресурсов, низкое качество услуг, к сожалению. И вместе с тем, как было обозначено на форуме, это и определило, так скажем, потенциал развития и отрасли, и ее готовность к инновациям. Сегодня современная ЖКХ – это более 4 триллионов рублей годового оборота, это 140 миллионов потребителей услуг, без учета промышленного сектора. Это работа по принципу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что, естественно, очень сложно, и было отмечено, что когда предприятия ЖКХ работают, и все у них хорошо, то мы их, в общем-то, и не замечаем, что они работают. И как случаются какие-то проблемы, мы, конечно же, понимаем, что это важное направление, и этим надо заниматься. Это, конечно, численность занятых в ЖКХ более 2,5 миллионов людей и порядка 36 тысяч предприятий. Поэтому, конечно, направление это серьезное, это инвестиции с 2010 года по 2013 составили более 600 миллиардов рублей различного уровня бюджетов. Поэтому, конечно, это направление важное, и было принято провести в рамках партийного такого форума обсуждение вопросов, выработки каких-то мнений, ну, что, собственно говоря, и получилось, на мой взгляд. Скажите, кто принял участие вообще в форуме? То есть, какова география участников? Значит, ну, география обширная. Значит, со Свердловской области, или Свердловскую область представляли, формировали, значит, делегатов региональной исполком партии «Единая Россия». Конечно же, приняли участие и губернатор Свердловской области, как член президиума регионального отделения Евгений Владимирович. Это представители ЗАГС-собрания, это представители городских дум, секретари местных отделений, ну, вот, в том числе и я, как секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Значит, от города, я знаю точно, еще участвовал Сериков Андрей Владимирович, как заместитель председателя контрольной ревизионной комиссии региональной Свердловской области. Ну, а так, в целом, могу сказать, что от Калининграда до Хабаровска точно присутствовали все представители, это и Псков, и Рязань, и Московская область, Омск, ну, Тюмень, ну, Свердловск, соответственно, Челябинск. То есть, охват почти вся страна, да? Ну, это вся страна, да, вся страна, то есть, были все регионы Башкирия, Татарстан, Бурятия, то есть, все регионы, скажем так, направили своих представителей партийных, которые специализируются и работают очень много лет в области, вот, жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, вы впервые на этом форуме побывали, да, Эдуард Борисович? Да, я вообще впервые на таком значимом и большом мероприятии серьезном, конечно, оно меня впечатлило, я своей организацией, потому что очень много, порядка, ну, на мой взгляд, порядка полутора тысяч человек было, конечно, все было организовано очень здорово, как говорится, от встречи, от регистрации до окончания работы все происходило, как говорится, очень четко, расписано все было по нотам, то есть, так вот. Ну, то есть, слаженно все прошло? Да, меня порадовало, да. Скажите, а вообще, как была построена работа форума? Форум был однодневный? Форум был однодневный, также с Дмитрием Анатольевичем Медведевым присутствовали и, как представителем партии, присутствовали и члены, значит, представители Генерального Совета партии «Единая Россия», это известные нам люди, значит, это и Невзоров, и Грызлов, и Казак. Значит, работа была построена на нескольких площадках дискуссионных, это в первой половине дня, где-то порядка трех часов обсуждались вопросы по соответствующим направлениям, то есть, лицензирование управляющих компаний, сейчас активно это обсуждается, это направление модернизации жилищного фонда и расселение аварийного жилья, повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение справедливости платежей. Вот такие вопросы по соответствующим площадкам и были выработаны решения, которые позволяют создать необходимые такие условия для повышения качества услуг, значит, при одновременном сдерживании, что очень важно, темпов роста платежей, прежде всего за счет, вот таких, скажем, новых правил игры или новых требований, достаточно жестких, но ориентированных на защиту потребителей и мер, направленных на привлечение частных инвестиций и говорящих о том, чтобы все-таки в ЖКХ, в коммунальную сферу приходили добросовестные предприниматели. Ну, могу сказать, что по всем вот этим площадкам, по всем направлениям были выработаны действительно рекомендации, которые, так скажем, сформированы были в резолюцию, такую на пяти листках убойства почерка, скажем так. Ну и в заключении, вот Дмитрий Анатольевич поблагодарил всех за работу, она действительно была достаточно напряженная и длительная, пожелал всем успехов, вот так вот могу в общем, так сказать, рассказать кратко. Понятно, скажите, ну вот это только часть рекомендаций, то есть некоторая часть резолюции, скажите, а где можно в полном виде увидеть ее? Ну, могу сказать, да, действительно, еще раз повторюсь, что это достаточно такой объемный документ, в полном формате можно ознакомиться на региональном сайте партии «Единая Россия», где есть выступление и доклад Дмитрия Анатольевича, есть выступление и комментарии руководителей Свердловской области. Я думаю, что всем, кому интересно и заинтересованным нашим гражданам, можно заходить и посмотреть, и будет, я думаю, все интересно. Спасибо большое, Эдуард Борисович, спасибо.